Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, записываю для вас видосик по контентной аналитике. И вот перед нами сайт, соответственно, да, наш. Я в режиме инкогнито зашел сейчас в Google по поиску контентной аналитика. Не знаю, что это за статья, не знаю, когда она была выложена, но whatever, она, короче, есть. Вот у нас с вами контентная аналитика, можно пройти, мы тут в топе, значит. Вот у нас есть статейка, и тут все классно, и вообще все классно, и отлично. Ну, кстати, давно, наверное, была эта статейка сделана, но вот видите, она бьется только вот здесь, соответственно, у Яндекса есть, как бы достаточно мощный домен, с ним сложно конкурировать, и какой-то E-Post Digital, я не знаю, что это такое. Короче, классно, у нас есть контентная аналитика, 24-й год, все, супер, потрясающе, отлично. Но контентная аналитика, давайте разберемся, как ее, собственно, делать. Вот у нас есть статейка, да, и казалось бы, казалось бы, она в топе. Вот контентная аналитика в топе, да, в Гугле все хорошо, ну, вроде как. Хотелось бы, чтобы все статьи так были в топе, но если мы с вами пройдем сейчас в Google Search, я не буду там прям цифры совсем все раскрывать, это такой сервис аналитики вас по позициям, по трафику из кугловского поиска. Если мы туда пройдем, мы увидим, что мы вообще не везде на топовых позициях, а по большей части даже не близко, то есть многие наши статьи находятся хрен знает где в поиске. Контентная аналитика, контентная аналитика. Можно посмотреть на упоминания, да, на наши, тоже контентная аналитика, контентная. Можно посмотреть на то, сколько наших запросов и упоминаний на других сайтах. Можно? Можно. Можно посмотреть, сколько трафика на разных статьях, или на разных видео, или суммарно, или охват. Все это, короче, можно посмотреть. Но давайте разберемся с самым главным, что же нам надо понять. А прежде чем мы разберемся в контентной аналитике, если вы пройдете на главный сайт, вы увидите, во-первых, вот это, а вы увидите еще кучу профессий вот таких, соответственно, здесь вы можете увидеть форму, которую можете заполнить, и эта форма позволит вам, соответственно, быстро с нами связаться и узнать, что произойдет с вами после того, как вы начнете профессию получать. Там куча контента, платформа, сотни часов контента, и мы с вами вместе их пройдем, эти часы контента, и будет классно. И эти профессии чуть-чуть подорожают 1 ноября, ну, как минимум, директор по продукту, может, и остальные. Есть еще маленькие продуктики у нас на другом сайте, на моем, а именно это вот так. Соответственно, все прайсы тоже вырастут, но здесь видите вот такие небольшие программки, Junior Product Manager, Gross Hacking, AI Product Manager, классный контент, просто топовейший. Люди возвращаются, берут новые курсики, и это действительно ценно, действительно полезно, будет еще один скоро совсем начинающий, начинающий маленький курсик. Короче, здесь все маленькое, здесь все классное, а вот здесь все большое, здесь тоже все классное, все большое, очень много всего. Соответственно, проходите, чекайте, становитесь продуктами, директорами по продукту и agile coach с нами. Итак, контентная аналитика. Значит, что нам надо знать? Нам первое, что надо знать и установить, это UTM-метки. UTM-метки – это такая добавочная ссылочка к вашей основной ссылочке, такой не префикс, а постфикс, короче, добавочный после знака вопроса символы, который позволяет нам протрекать этого человека до самого конца. Специальные ребята такие сделали маркировочки и теги. И до конверсии, до финальных мы можем человека протрекать, чтобы понять, что он куда-то пришел, сделал какие-то действия в нашем продукте, который мы хотели изначально, чтобы он сделал. Не зря же мы контент пилили. Соответственно, если есть UTM-ка, и она проставлена, она из ряда соцсетей, там, YouTube, Google, она ставится автоматически, но можно их по-разному, короче, сделать, платный, трафик, не платный, неважно. Короче, главное, чтобы UTM-ка была. Это отдельная тема отдельного видео. Дальше у вас есть маркетинговая аналитика. То есть маркетинговая аналитика какая-то, например, Яндекс.Метрика, for example, или Google Аналитика, или что-то еще у вас есть. То есть то, что может принимать очень много кликов, и то, что может принимать их, условно говоря, анализировать бесплатно. То есть, допустим, Яндекс.Метрика. И далее, в идеале, вам бы понять, как эти ребята дальше себя ведут. То есть вот так вы поймете, соответственно, что с контентом происходит. Источники, да? Источники sources. Типа, откуда что пришло? Значит, что-то пришло из TGE, что-то пришло из SEO, допустим. Что-то пришло из YouTube. Что-то пришло из LinkedIn. Что-то пришло еще откуда-то. И вам вот это надо понимать. То есть вот это аналитика, соответственно, социальных сетей, где размещается контент. У вас есть какой-то контент на вашем сайте или на других сайтах, на других площадках. Вам бы понимать, собственно, вот, что это за контент и откуда он приходит. Все, вам больше понимать ничего не надо. В идеале потом это все погружается в продуктовую аналитику, чтобы понять, какие действия целевые сделал этот человек. То есть дальше у нас есть какие-то действия. После того, как человек к нам попал, ну, например, он проходит активацию, так называемую. Activation. То есть он оставляет персональные данные какие-то. И мы дальше сможем с ним работать с этими конверсиями для того, чтобы конвертнуть его в первую или повторную покупки. Да, вот как-то так это все работает. Actions, Activations, C1. Во. Красота. Красота. Все. Вот вам и контентная аналитика. А что там происходит с самим контентом глобально, не супер важно, потому что вы не можете повлиять практически никак на тот контент, который вы делаете с точки зрения радикального изменения этих метрик. То есть если людям контент нравится, скорее всего он подскочит. Если не нравится, не подскочит. Вот откуда я знал, что этот как бы пост как-то подскочит. Ну, какие-то были похожие, которые выстрелили. А бывает, что не выстреливают. Ты там думаешь долго, там что-то пишешь и так далее. И как бы в итоге ничего. А бывает чего. И это непредсказуемая фигня. Поэтому, короче, вот вам вся аналитика. Самое главное, чтобы вы трекали вот этот путь от UTM до каких-то конверсий. И что происходит непосредственно с контентом внутри на площадках, там, в инсте или там, на ютюбе или в линкодене. Глобально не очень важно. Просто важно консистентно класть туда контент. И если будете консистентно класть контент, будет трафик. Какой контент? Ну, сделанный вами или живыми людьми. По крайней мере, не AI желательно. Прям вот это главная рекомендация. Что лучше делать? Какие ролики? Часто бывает так, что ребята в это упарываются. Такие, надо делать вот это или вот это. Да откуда вы нахер знаете, друзья? Откуда вы знаете? Вы не знаете, блин. Не надо выпендриваться, что вы знаете. Потому что вы не знаете. Спасибо, что посмотрели это видео. Это на самом деле все. И самое главное, это выжимка. Конечно же, на программах мы рассказываем гораздо-гораздо-гораздо подробнее. Спасибо, что посмотрели видос. И до новых видосов. Приходите к нам на программы. Или забирайте курсики. Спасибо.